Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать. Сейчас запись пошла, спасибо. Сегодня у меня помощники на площадке Олег Сошников и Алексей Яков и Ольга, которые всегда нам помогают. Хочу вас сейчас предупредить. Здесь мои ассистенты или помощники загрузили здесь про криптовалюту. Но я сначала так это как бы то собрался, но это 11 минут займет сейчас времени. Я думаю, вы сможете посмотреть этот ролик. Ролик неплохой, он такой общеразвивающий в нашем чате. Или обратиться прямо там к Олегу Сошникову, чтобы посмотреть этот ролик. Потому что вопросов разношерстных сегодня много. Я бы хотел здесь сегодня на них остановиться. Тем более, что у нас времени ровно час. Итак, дорогие друзья, весна идет. Я вас поздравляю с приближающейся Пасхой. Пасха, значит, одной части православного мира или христианского мира, правильно так сказать, начинается. Сегодня чистый четверг. Завтра еще другие праздники. Начинаются и тут, в общем-то, несколько дней празднуют. Ну а православная Пасха еще впереди. Суть не в этом. Самое главное, чиститься по нескольку раз и быть готовым к наилучшему. Поэтому начнем сегодняшний вебинар. Вот, тем более, что я как бы полон дополнительной энергии, которую привнес юбилей Анатолия Дарвича, Юницкого, автора технологии. И скажу, что именно. Не сам юбилей, сам юбилей – это событие, это переломный момент, переход, скажем так, рубежа восьмидесятников. Он сначала не понял, что это такое. Я говорю, ну вы теперь в клубе тех, кому, кто уже разменивает восьмой десяток. Он говорит, а, ну тогда все правильно. Он говорит, чисто формально, а я фактически в клубе сороковников. Я говорю, о, тогда мы тоже в одном клубе. Я себя тоже чувствую между сорока и пятидесятью. Но суть не в этом. Что меня воодушевило на мероприятии, я поделюсь с вами. К сожалению, не могу поделиться теми двумя фильмами, которые были там показаны. Юбилей он сам презентовался как мероприятие, связанное с презентацией книги. Вернее, монографии, правильно сказать. Так, это мощный труд, он хорошо оформлен, там много фотографий. Многие из вас там есть по всеверою. Даже я себя в двух местах нашел на фотографиях. Самое важное, вы знаете, вот по своей, что ли, наполненности оба фильма, разными людьми были они организованы и сделаны. Но они показали с разных сторон, или, скажем, в разных ракурсах показали, отношения тех людей, которые являются инвесторами, к жизненному пути автора, человека, который практически живет в этом и заразил нас, и вернее, как бы сподвинул нас, то мы тоже находимся в этом проекте. Если мы находимся, по крайней мере, себя я причисляю к сподвижникам, по мере сил, возможностей, мудрости, ума, какого-то опыта, навыков, компетенций, стараюсь все делать, чтобы этот проект продвигался, процветал. Не мы бы с вами шли к процветанию, ибо туда мы с вами идем. Поэтому эти оба фильма, значит, Пиканты Анатолий Дарчи задавали вопрос, ну как вам фильм? Он сказал, вы знаете, в одном фильме я сначала, пока разминался, сполкнул три раза, в другом фильме два раза. То есть это, конечно, не говорит о том, что просто, говорит, я уже был больше натренирован ко второму фильму. Второй фильм был сделан и редактирован Михаилом Кириченко, очень такой основательный тоже. Ну оба фильма, мне лично оба фильма понравились, я с большим удовольствием их посмотрел и намотал на свой седой ус. И кое-что заложил за ухо. Так что все непросто с одной стороны, а с другой стороны все очень просто под сиянием луны и солнца, к которым мы относимся. Поэтому мир идет дальше, проект идет дальше, чуть потише микрофон Владимир крепит. Ну да что ж такое? Я тогда переключу, наверное. Я переключу, что я переключу? Сейчас я посмотрю, что переключить. Может быть, я тихо говорить не могу. Скажите, пожалуйста, как сейчас? Я отсек звук. Дайте еще раз знать, как меня слышно. Я прошу прощения, я не спрашивал, начал сразу вещать сегодня. Дайте знать, пожалуйста, обратную связь. Виктор, так, Батуми, так, хорошо, да? Ну все, спасибо. Прошу прощения, что я внимательно смотрел, хоть мне тут красным написали. А, Олег Сошников. Так, нормально. Спасибо, Олег. Таким образом, перейдем к нашим сегодняшним темам. Надо срочно эти фильмы запустить в СМИ. Да, в принципе, согласен, конечно. Это очень важно. Это дает, и как ни странно, это самый лучший бальзам от иммунной системы верности Скайвееву. Не тупой, а всеобщей верности к тому проекту, в который мы вошли. И не надо, понимаете, ведь люди крутят головой. Я сейчас как раз к этому вопросу подойду. Люди крутят головой и начинают думать. Вот, значит, второй вопрос. О 14-15 этапах, этапах, о дивидендах, о ожидаемых выгодах в контексте высказывания. А не прихватить ли мне что-то, неведомо что, в другом проекте, где что-то обещают. И вот я сейчас покручусь вокруг этого высказывания. Значит, ведь люди, когда они уходят или пытаются, значит, дернуться куда-то в другой проект, распыляют свое инвестиционное внимание, инвестиционные ресурсы, вот, я это говорю не потому, что мне чьи-то ресурсы жалко. Мне жалко, скажем, тех людей, которые, ну, обретают опыт на собственной шкуре, потому что это самый дорогой опыт. Лучше смотреть по сторонам, углубленно разобраться, в каком проекте нахожусь. И обычно это делают люди, которые не ознакомились с проектом Skyway, посмотрели, услышали, а, кто-то сказал, а, сейчас мы здесь заработаем, а, побежим дальше, понимаете? И вот так вот бегают по кругу и нигде не заработать, понимаете? Потому что эти люди начинают задавать вопросы. Это одна категория таких людей. Я не хочу всех под один колпак ставить, но это одна категория таких людей. Вот. Их, к сожалению, немало, которые, ну, начинают летаться, хотят сегодня заработать. Это я уже приводил, но повтори немать учений, что как есть такая одна национальность, которая в определенное время, когда-то в истории, в 60-е, в 70-е, в 80-е годы говорили, что сегодня посеяли картошку, а завтра уже идут выкапывать, спрашивают, почему? Кусать очень хочется, понимаете? Ну и поэтому так и здесь, к сожалению, вот так, если полушутя об этом говорить. Поэтому еще раз хочу сказать, ознакомьтесь, те, кто это не сделали, прежде чем куда-то метаться, разберитесь с этим проектом. Это не проект-скороспелка, который действительно очень быстро дает какой-то эффект. Нет. Но она дает, этот проект дает возможность очень основательно застолбиться. Причем он же дает, если вы прислушаетесь, и об этом говорил я, об этом будет говорить и головная компания, еще отдельные будут сделаны предложения, когда платформа выйдет, как можно будет тем, кому действительно, категории есть таких людей, которым реально нужно, ну, какие-то средства нужны, как им можно будет, значит, что-то обменять на что-то и получить реальные деньги, чтобы поддержать. И сегодня тут тоже будут вопросы на эту тему. Там задали у них такие вопросы. Поэтому и от 14-м, и от 15-м этапов. Значит, самый простой ответ. Вот мы были в Минске, сидели с управлением, скорее, капитала, задавали себе вопросы. Не хотели мы там дергать за пуговицу, за пиджак Анатолия Гарбича и Ницкого, потому что атмосфера была праздничная. Ну, мы с Надеждой Косаревой, генеральной Надеждой Геннадьевной Косаревой, которая является генеральным директором ЗАО «Струнные технологии», является, ну, там и другие посты занимаются, не в этом, которые ближе всего из всех там находящихся, ну, как бы, понимают и находятся в расчетах, делают расчеты. Что, значит, 14-й, 15-й этап. Вы знаете, самый простой ответ, который я вижу, это то, что еще раз посмотрите, пожалуйста, бизнес-план и финансовый план проекта. Там очень четко сказано, я какое-то время тупо повторял, чуть ли не через один вебинар, что один этап, начиная с 12-го этапа, каждый этап, как бы, его инвестиционный объем 25 миллионов долларов. Это в расчете, который был сделан в 2013-2014 году, когда проект начинался. Но, как я вам уже объяснял и показывал здесь не один раз, что в процессе мы, как бы, проект передвинулся на 2-2,5 года из-за различных, ну, как бы, сбоев, которые непредвиденные обстоятельства, они реально, их всегда надо учитывать. Это не по вине, там, ни Веницкого, ни Маслова, ни Косарева, там, ни кого-то другого, а третьего, даже не ЗАОС Курмонтехнологий, потому что все люди, которые маломальски или хоть как-то при, ну, как бы, приобщены к этому проекту, они делают все для того, чтобы проект как можно, ну, интенсивнее и динамичнее шел бы дальше. А это зависело от многих факторов. Я не буду сейчас это все повторять снова. Вот, и поэтому 25 миллионов каждый этап. также и 14-й и 15-й. Но это в случае, если ориентироваться на тот план, который был сделан. Но мы знаем, что проекта, сертификация, или часть проекта по сертификации, она сделана была с расчетом, проектной документации много сделана, практически вся была сделана для того, чтобы осуществить в Мариной горке на 22-25 километрах за пределами Экотехнопарка. Вот. Но ее сейчас приходится привязывать и осуществить на тех ресурсах, которые там осуществить, то это, ну, можно было уложиться даже дешевле, чем в проекте предполагалось. Это 80-110 миллионов. Но, поскольку переход осуществлен или перенос этой сертификации высокоскоростной, она играется частью общего проекта, перенос ее в Шарджу или же в Объединенные Арабские Эмираты, то эта сумма несколько другая. Поэтому 25-25, которые остались на 14-15, это не совсем корректно сказать. Теперь, скорее всего, значит, может быть подготовлены несколько, Юницкий сказал, когда выступал, он там говорил в Минске на презентации книги, там был такой вопрос, он сказал, что да, есть, стоят средства, которые, ну, как бы, крупные инвесторы готовы проинвестировать, но сейчас готовится, значит, основание, как это сделать, так, чтобы не навредить условиям, вернее, ну, скажем, общему инвестиционному фону. И мы бы могли с вами спокойно доинвестировать 14-15 этап и тоже участвовать во всем этом процессе. То есть, это очень дипко надо провести и правильно юридически. Поэтому здесь, значит, о том, когда будет 14 этап, скоро могу я ответить, там есть прямой вопрос ко мне, что, скажите, когда будет 14 этап? 14 этап будет после 13, после третьей фазы 13 этапа. Я думаю, что достаточно скоро. Теперь о дивидендах, ожидаемых выгодах. Вы понимаете, дивиденды и ожидаемые выгоды. Ну, извините меня, выгоды мы уже получаем. Посчитайте, те, кто умеет считать и желает и не ленится считать, что из себя представляли залоговые доли или акции, я все-таки тупо считаю акции, на первом, втором, третьем, четвертом, пятом, до десятого этапа. Не важно, любой предыдущий этап и что они сейчас из себя представляют. Это очень просто считается и уже выгода есть. Если я вошел и если я сегодня вошел и успел войти, то мне все равно выгодно будет уже, выгодно будет на следующем этапе расчетная выгода. Да, пока это расчетная выгода, но все равно ведь инвесторы, большинство, которые инвестируют через IPO на какие-то биржевые акции, они что же, ведь не бегут сразу брать деньги, понимаете? они знают, они считают, а, сегодня я проинвестировал в 100 долларов, условно говоря, или в 100 тысяч долларов, опа, эти акции, вон у них курс уже такой, ведь у нас в принципе внутренний расчетный курс есть, вы сами можете его считать как опыт. Если вы приобрели 100 акций или там проинвестировали, правильно так сказать, на десятом этапе, то вы уже сейчас в шоколаде расчетно, потому что сейчас уже другие условия, и сейчас вон какие предлагается там чуть-чуть повысить дисконт, и все очень счастливые, все готовы инвестировать, это правильно, кстати, понимаете? Поэтому выгоды есть, ожидаемые выгоды еще больше, то есть будут токены, будут следующие выгоды, будет обмен, будет обмен, об этом было сказано, что будет обмен, но не спешите, готовятся условия, ведутся расчеты, поэтому не все сразу, терпение, еще раз терпение, вот, и о дивидендах, а дивиденды будут, потому что проекты, очень много сценариев, и не основная задача сегодня вам раскрывать еще раз, я в какое-то ближайшее время просто пройдусь по тому, как формируются дивиденды, чтобы вы понимали, еще раз, те, кто не понимает, где источник дивидендов, могу просто общее сказать, источник дивидендов, это в первую очередь эффект и прибыль от строительства, но самая основная, основной источник средств на дивиденды, доходов и прибыли, это эксплуатация трассы, а сегодня мы не эксплуатируем еще ни одной трассы, поэтому, скорее всего, первые дивиденды будут от выгод на по строительству акций, ой, извиняюсь, транспортных структур, систем, они будут не очень высокие, но будут, а дальше больше, поэтому терпение, дорогие друзья, и мудрости, инвестиционной мудрости, внимание к проекту и так далее, и кому скучно просто так вот ходить, инвестировать, смотреть за проектом, то я сегодня еще расскажу, какие возможности, и как мы будем все-таки дальше идти с так называемым фондом кооперации инвесторов и акционеров, вот, и теперь последняя фраза, а не прихватить лишь мне что-то, неведомо что в другом проекте, где что-то обещать, вот я об этом еще дальше поговорю, потому что мне прямые вопросы задали, я на них отвечу, сейчас пока больше здесь распространяться не буду, приношу по третьему пункту, значит, только мне все время кидать из комнаты, значит, вот не знаю, что вам сказать, Ольга, что вас выкидывать все время из комнаты, западет гиганты, начнет развиваться беженщик, беженщик, назовем, но, в принципе, не помню, все равно, будут ли доходы к этих дикцам, значит, Олег Полудов, я еще раз вам скажу, конечно, будут, но это источником будет не сам проект, потому что этого не было, вот то, что вы говорите отдельно, охранная система, ГУМУС, это деливаты нашего проекта, или даже не столько деливаты, потому что охранная система это отдельная история, она является, как бы, сделана на основе, на основе, на основе одного заказа, и она, как бы, возникла, в нашем проекте ее не было, ГУМУСа тоже в нашем проекте нет, экотехнопарка, юнимобилей нет и так далее, экодомов там нету, но, как только мы берем это, и это является, как бы, дополнительным элементом, ну, например, надо строить трассу, и вдоль нее надо сделать, значит, общее, как бы, улучшение земель, вносится в проект, это является источником дохода, трудно отделить, что, погодите, вот на это я не буду, а за это я буду, поэтому общий эффект будет в любом случае, но это не является, мы не инвестировали в это, и поэтому прямо, вот если взять, кто-то закажет бумусный проект где-то, и, ну, найдется на это, все, не некому это делать, понимаете, это все не в нашей структуре, не в наших вопросах, это делает отдельно, отдельная, значит, группа партнеров, которые есть у Анатолия Эдуардовича дополнительно, и туда минимально уделяется внимание, об этом говорят только по мере того, насколько это требует грант, который был получен из ООО для эко-части, которая тоже, в свою очередь, не является ну, как бы, частью этого проекта, как технопарк, хотя он называется эко-технопарк, понимаете, да, для, это все делалось и делается для продвижения технологий, для ее усиления. Так, теперь, что, значит, дальше, а, вот, мои извинения по поводу дезинформации, значит, смотрите, я повелся, тоже, видите, вот, и на старуху бывает проруха, и на старика проруха, на пожилого человека, так, вы на себя не считаете, вот, что было сказано там в определенном кругу, что да, нечего там крутить, давайте это самое, что 14 этап, это уже не 600, этого не будет, значит, дисконта, вели проектов, которые были еще, инвестиционных проектов, которые были, лояльны проектами, их называли проектами лояльности, пакетами лояльности, вот, я повелся и тоже объявил, взял на себя так называемую как бы задачу головной компании. Мне было сказано, а пока на каком основании вы это сделали? Покажите, пожалуйста, решение нашей головной компании, где-то сказано. Нету, я утерся, извинился, извиняюсь перед вами, дорогие друзья, что я действительно здесь повелся, повел себя не очень корректно, вот, но суть не в этом, поэтому для вас это плохая новость для меня, но хорошая новость для вас, что, как Анатолий Леонидович сказал, если я обещал, то будет до конца пятнадцатого этапа. Отлично, я говорю, ну, тем более, вот теперь выяснилось, то есть на контрастах выясняется истина. Объявляю вам об этом. Я расшифрую, Олег, вот это, неведомо, что расшифруть, это сообщение, я дальше разобещал, что вам скажу. Не надо, нам построить, нет, вы не правы, Руслан, не сто, это сто тысяч километров дорог, там надо три миллиона, три миллиона километров построить, тогда мы получим, получили бы, значит, получили бы по одному центу на одну акцию, по одному центу на одну акцию, то есть, это значит, что у кого, у кого сто акций, ну, неважно, посчитайте, у меня сейчас голова не работает на расчет, я очень рад, как и, я расскажу об этом. Таким образом, во-первых, шага для подготовки по-разделению и обслуживанию акционеров, разбираемся в склад, формой SkyWay. А, вот, смотрите, значит, что очень важно для того, чтобы идти дальше, это, значит, все к разговору об этом. Смотрите, есть, значит, владелец технологии, который организует всю структуру всех работ, планируется, значит, в какой-то момент создать, создать, на третьем, на мер, переходе со второго, со второй фазы третью, планетарный фонд ЭКОМИР. Но, мы сейчас находимся в первой фазе и готовимся переходить, то есть, заканчиваются 15 этапов, новые технологии, технологические проекты SkyWay. Какие это проекты? Это проекты, которые не были вот в этом. Это проекты, вплоть до того, что это могут быть и развивающиеся проекты уже, скажем, так называемый суперскоростной, это в первую очередь, который нужно, суперскоростной. Это, значит, до 1100 или до 1200 километров в час, но это уже следующая фаза. Понимаете, заказы есть, работаем, будут ввестись отдельно, отдельные проекты, и для этого создается тоже платформа. Эти проекты тоже пойдут через платформу, но платформа будет заводиться, начиная вот здесь, 14-15, потихоньку будем переходить во вторую фазу новой технологической проекта SkyWay и дальше будем готовиться сюда. То есть, миллионы километров будем строить и переходить сюда. Планетарный фонд это мир. Но, но, это важно то, что SkyWay Capital организовал Всемирный фонд Экопланета, фонд Кооперации организует и подготавливает сейчас юридическую организационную базу, ну и есть SkyWay Capital, который организует разные работы, исследования и так далее. И общее инвестиционное разъяснение идет. Поэтому это очень важно, чтобы понимать, вот куда мы идем и как мы идем. и поэтому здесь важно, что вот устав фонда нужно сделать, это линия финансовых, сам фонд будет, фонд, который мы задаем поддержки инвесторов и акционеров, это линия финансовых проектов в SkyWay. Уставы положения о клубе, опять-таки в этом же самом фонде, это линия поддержки инвесторов и социальных проектов. Волонтерские, добровольные проекты по пропаганде орбитальной транспортной системы и экотехнологии и так далее. Там масса разных вещей будет, я сегодня не буду на этом останавливаться, но вот это то, чтобы вы понимали. И теперь далее, смотрите, значит, возвращаясь обратно к вопросам, которые были заданы и начинаю пояснять и отвечать на то, что здесь было. Понял, если он останется до конца, да, вы правильно поняли, Руслан, до конца 15-го этапа. Но еще раз говорю, опять-таки, это я поправляю, что мне сказали, опять-таки, кто-то где-то что-то сказал. Поэтому, пока официально ничего не будет сказано, не в пользу того, что отменяется или в пользу того, что будет. Дополнительно никто не будет говорить. Понимаете? Как было сказано, так и есть. Если будет отменено, вы об этом узнаете. Вот правильный подход. Сегодня, я так понимаю, вот я вам за что купил, за то и отвечаю вам. Я тоже очень рад, потому что я тоже сделал целый ряд, скажем, инвестиционных подвижек, которые не надо было бы делать. Ну, что теперь делать? Теперь, по крайней мере, заготовки есть. Теперь надо правильно планировать свои инвестиции в связи с этим пакетом. Так, что, когда начинается, я на этот вопрос прямо и косвенно уже ответил, понимаете, да, то есть в ближайшее время, не буду спекулировать, но я думаю, что в ближайшее время, это мое личное мнение. Когда будет, узнаете. Причем, вы знаете, за две недели, как обычно. По-моему, так было. Информация об обмене доли на токены состоит в определенное количество приобретенных мною долей. Но это не все то количество, что я приобрела в целом. Обмен токеном на долю зависит от времени и способа выкупа? Нет. Он зависит от разных моментов, но если вам там положено, то от расчета в первую очередь он зависит так. Причем, вы должны понимать, что-то частичный обмен, только там был на 50 тысяч по-моему разрешен. Тут есть нюансы, когда там мы же ведь все очень вездесущие. Кто там в Capital, кто там в RSV, кто и там, и там, и там. RSV Invest Group, раньше это SWIG назывался так, его сейчас можно SWIG назвать. Поэтому расчеты там разные есть, от многих факторов. Не берусь в детали вдаваться. Но могу ответить только так. Зависит не от времени и способа выкупа, от расчета в первую очередь. и то, что это первые частичные, поэтому не надо спешить все обменивать на токены, оставьте себе возможности инвестиционные. Я рекомендую так вам сделать, потому что я свою возможность использовал и пока не сильно дергаюсь, пока не получил основательную, пока первая прикидка есть, белая бумага, но мне этого недостаточно. Я сейчас не берусь и комментировать. Не совсем понятно, какие будут у нас акции, какие будут у нас акции а. привилегированные или б. обыкновенные. Везде по-разному. Не буду называть, кто мне задал этот вопрос, но если бы раньше было так, что в добрые старые времена линейку использовали, так как псих этой линейкой. Ну вы же смотрите, ну как чуть-чуть откройте глаза и посмотрите. Не то, что кто-то где-то сказал и вы это на веру взяли. Сказали А привилегированные и все. А акции никогда не бывают привилегированные. Понимаете? Если привилегированные акции, то это уже есть простые акции и есть вторые какие-то акции. Вторые акции это B или это третьи уже C акции. Но они привилегированные разные бывают по условиям. Эти условия другие такие. Бывают еще четвертый тип привилегированных акций. Понимаете? Все зависит от необходимости и той финансовой структуры, которая заложена в самом проекте. Поэтому повторяю и открываю вам схему, на которой все четко изложено. В начале есть такая у нас брошюрка. Ну возьмите ее, посмотрите ее, так? Global Transport Investment владелец технологии. Сначала он выпустил привилегированные акции B1 и передал их Евразин и организовал акционерное общество Евразин Realty Systems Holding 1, условно говоря, но там не было номера 1, просто Евразин Realty Systems Holding вложилось туда привилегированные акции. Сам он имеет А акции и B акции. А простые, B привилегированные, но это его внутренние акции. Теперь одну часть он положил сюда, привилегированные, вторую положил сюда, третья осталась у Unisky Corporation. Corporation. Прошло какое-то время, теперь дальше. Вот это акционерное общество, это акционерное общество использовались или используются, использовались для того, чтобы отдавать свои, они выпустили, сначала выпустил это, свои простые акции. И все, просто свои акции, понимаете, они простые акции. Выпустил они ни А, ни Б, ни С, не Д, они просто акции. Вот здесь есть А и Б акции, А простые, Б привилегированные. Привилегированные акции положены в Евразии, Неразковича, Синхолдинг, и это акционерное общество выпустило свои акции, которые отдаются, отдавались и отдаются в, как бы, залог от инвестиций инвесторов. Далее было организовано это. Почему? Потому что для выполнения всего проекта должны оставаться свободные акции, с которыми мы, поэтому и эта, и эта компания только половина акций минус одна отдавали в залог, а должны были оставлять половина плюс одна, половина плюс одна простых, обычных своих акций. Ни К, ни Б, ни С, ни Д, ни Б, ни М. Понимаете? Теперь, дальше. Процесс пошел дальше и пришлось создать еще третье Евразия Драдская Системс Холдинг. Для этого Юнискай отдала свои часть привилегированных акций, третью часть уже первая, вторая и третья. Внесли опять-таки привилегированные акции Global Transport Investment Евразия Драдская Системс Холдинг три, и в связи с этим каждая из этих компаний инвесторам отдает свои простые акции. Это и не А, не А, не А, а это простые свои акции. Вот и все. Если когда-то будут привилегированы, но это нет такой необходимости что-то здесь еще передергивать. Знаете? Инвесторам и мы инвесторы каждая компания ведет реестр свой акционеров вот этой 50 минус одна акция 50 минус процентов минус одна акция и когда здесь будет 50 минус одна акция 50 процентов минус одна акция то тогда будет прекращен выдача этих акций. И посредником является посредником поручителем от GTI является скорее капитал в нашем случае. И договор гарантирует инвестору что он с одной стороны он получил как бы агентская полномочия от Global Transport Investment с другой стороны он выдает является поручителем инвесторов что он доведет его инвестиционные доли или акции которые он получил в реестр этих компаний в зависимости от того куда вернее чьи доли или акции используются для долога вот теперь у них два вида акций обычные и привилегированные конечно у нас тоже у этой компании у нас это обычные и привилегированные у этих у всех обычные акции поэтому у нас обычные акции и я возвращаюсь обратно к вопросу значит обменяя так так акции привилегированные б понятно да на 3 вопрос я надеюсь я очень подробно и тупо обозначил все нюансы какие опасности меня поджидать если инвестируют через скайве св извиняюсь инвест групп опасности правовой а вот смотрите значит мне задали такой вопрос я там более широко ответил но я посчитал необходимым это и здесь вам рассказать я не буду приводить других как бы аспектов но тут очень серьезно есть правовой нюанс вы же понимаете что в первую очередь есть договор у человека что он то ведь не инвестирует он инвестирует в учебную программу а кто-то где-то ему там дает значит потом доли которые якобы ну не заносится они не заносятся реально теперь я вам разберу один такой не дай бог чтобы у кого-то это случилось но юридически это вполне кейс или этот случай может состояться потому что у меня в жизни такой не мой не моей жизни просто я знаю одно разбирательство которое расшибло одну мощную корпорацию что может случиться кто-то из родственников Иванова или же та компания которая значит в данной ситуации значит ну как бы этот подарок передавала попадает под какое-то разбирательство и тот у кого к ней будет претензия может вернуть обратно все сделки дарения и скажет это причем на раз два это можно организовать понимаете в случае если востребованными а это реально востребованием становится акция поэтому я просто вас умоляю что очень много умников которые как раз на том и живут что они ищут такие вот как бы подколодные варианты начнут кого-то подбивать на это понимаете и что тогда получится что в конечном итоге можно наехать на компанию которая выдавала эти подарки и сказать что дорогие друзья что это не нормальная сделка мы там не то сделали и пожалуйста верните это все обратно понимаете и там я просто не хочу разрисовывать не дай бог чтобы это случилось но я предостерегаю вас от этой опасности кишбы в случае если вдруг наедут есть еще другие варианты что скажем если инвестор Иванов проинвестировал учебный пакет вот и потом родственники начнут дергаться и когда наследство надо будет получать там тоже могут быть очень хорошие нюансы я не буду сейчас разбирать эти варианты поэтому всегда надо инвестировать по нормальной схеме и мы очень много в капитале видели труда чтобы привести в состояние как вот сейчас есть у нас договор и система так называемого залогового ну как бы инвестирования или залогового обмена вот это очень важно причем это приемлемо и скажем принимается даже финансовыми инспекциями когда они начинают разбираться говорят да тут ни к чему ни к чему не придираться понимаете кроме того что вы объявляете что-то где-то на своих частных сайтах или же частных фейсбуковских страницах какие-то бог знает какие выгоды вот это нельзя делать потому что вот буквально мы были неделю назад были вильнюсе и как только человек который попался финансовой инспекции не буду всю историю рассказывать он значит ну повинился и сказал что да я в фейсбуке все исправил то на него дело тут же сразу закрыли и следствие ну как бы прекратили следствие но сейчас ждем даст бог значит он получит еще и официальный документ об этом вот там есть нападки на саму как бы на группу компаний ага фактически не на кого и вот сейчас мы занимаемся тем чтобы финансовая инспекция наконец-то разобралась бы и вообще никому не имела бы больше никаких таких вот ну как бы натяжных натянутых претензий поэтому здесь будьте очень внимательны и здесь как раз я хочу сказать вот а следующий вопрос тоже есть еще да стоит ли начинать инвестировать в клипоприложения других фондов вы знаете я на эту тему говорил вот это все к тому же что вы спрашивали там значит куда-то что-то и как-то зачастую к сожалению не разобравшись во что вы инвестируете если вы хотите и надеетесь что какие-то другие проекты где-то быстрее принесут доход ну что ж попробуйте можете рискнуть значит может быть действительно сработает я не знаю я не вникал в том числе в свиговское или св инвестгрупп организованный значит проект ну мне это не сильно интересует потому что я разобрался что такое проект технологии Skyway то те предложения крипто предложения они никаким блоком кроме как надписи на этих всех маркетинговых штучках что Skyway никакой связи с технологией Skyway прямой нет кроме как есть там нюансы определенные понимаете поэтому пожалуйста разбирайтесь разберитесь с Skyway кто не разобрался но бога ради не хотите разобраться с Skyway подумайте по что вы влазите понимаете ну а если уже приспичило то как говорится флаг вам руки и вперед это мое мнение могут быть и другие мнения если сейчас бы выступал допустим там кто-то из авторов то может быть какие-то другие аргументы я их не вижу значит шестой вопрос в 2014 году купил акции основной не купил а инвестировал но не важно ладно приобрела стал владельцем акции основной основной это когда закроются 15 какие-то дивиденды или часть акции разрешения будут продаж хочется подберегить а вот я снял копию с этого я не стал править этот текст но смысл следующий ответ значит смотрите конечно готовится сейчас возможности тем более тем кто 2014 из первой половины с конца 2015 года ну помните да вот инвестировали 2016 год определенная часть категории инвесторов будет дана возможность как бы не не столько дивидендов тут не сильно надо на дивиденды потому что хорошие дивиденды с хорошей суммы инвестиций или с хорошей суммы акций понимаете я это уже приводил рассчитывать вы и сами умеете имеете ли вы миллион акций или имеете сто миллионов акций получив по значит одному доллару на одну акцию дивидендов дивидендов по одному центу на одну акцию вы можете рассчитать какая сумма будет целой да стоит ли она там ну хотя любая сумма есть сумма поэтому здесь очень внимательно это понимать но в основном будет возможность значит через токены которые будут предложены плюс отдельно будет отдельно я вот опять-таки там говорили это слух пока неофициально значит что подготовить готовиться предложение оно будет сделано в свое время в ближайшее время будет сделано предложение именно по поводу оно сопряжено с выходом значит крипто платформ будет сделано предложение что можно будет сделать и как и кому значит какую-то часть отменять на деньги будет поэтому можно будет рассчитывать на что-то там теперь седьмой вопрос тоже очень интересный седьмой вопрос тоже очень интересный только ушел седьмой вопрос мы с мужем желаем подстраховаться на случай если будем делиться но там не совсем так длинная история была значит вот о каких подарках хорошо меня о каких подарках Наталья о каких подарках вы же получаете подарочный пакет обучающий пакет вы делаете и в подарок получаете в другом фонде получаете акции или доли обменяем получаете каким-то образом так мы сможем если будем делиться мы там там рассказывается что мы сейчас оба имеем один кабинет вот значит по работам ну или мы готовы что ну вот люди вот ну смотрят вперед не знаю программирует они не программируют лично я ну на всякий случай значит смотрят что а вдруг мы вот разбежимся значит и как мы будем делиться они говорят что они между собой договорились вот что они готовы поделиться а как это оформить значит переоформлять кабинет не переоформлять кабинет кабинет переоформлять навряд ли будут вот потому что кабинет он и есть кабинет в основном нотариально будет если нотариально будет договор или будет какой-то ну раздел имущества то он будет оформлен нотариально, и нотариальное свидетельство, которое разделит имущество, можно представить будет в реестр, и в зависимости от того, где это будет находиться, можно будет тогда оформить в собственность определенное количество новой собственности уже одного из супругов. В случае, если, но не дай бог, что это произошло, лучше пускай они так и делятся. Но это уже нотариальные и юридические шаги, но это в принципе можно сделать. Какие возможности есть? Так, какие еще есть? А можно ли будет купить в токены скорее за рубли, не за акции? Вы знаете, скорее всего можно будет, конечно, за рубли, за биткоины, бог знает еще. Я думаю, что можно будет, конечно. Это будет как возможность участвовать в каком-то проекте. На каком этапе я пока не могу вам сказать, но я почему-то думаю, что будет некий такой внутренний этап и выход на общий международный уровень на бирже. Хотя может и так, и так будет. Все зависит от маркетинговой схемы. Я ее не видел, поэтому не могу сказать. А предполагать можно что угодно. Это акции по каким платят дивиденды. Нет, Руслан, значит, еще раз поймите. Привилегированные акции, да, в принципе, дивиденды платят кому? Смотрите. Дивиденды платят этим компаниям. Этой, этой и этой. Кто платит? Чьи привилегированные акции не имеют. Они имеют привилегированные акции Global Transport Investment, да, акции. Эта компания, эта компания, эта компания. Они получают дивиденды. Но эти компании, у них в уставе, если его читали внимательно, их деятельности, предпринимательской деятельности нет. И они не могут куда-то там разбазарить эти деньги, которые они отсюда получили, да. Потому что они получат обязательно из той суммы, которая пойдет, из той прибыли, которая подлежит делению. Всегда, в первую очередь, отделяется 20%. Она делится сюда, сюда и сюда. Да, это сумма. В зависимости от наличия акции. Здесь, здесь и здесь. И эти компании, там, реестровые расходы отдают. И они являются только держателями акций. И в первую очередь, вся сумма их дохода, она трансформируется в прибыль, подлежащую разделу на дивиденды. То есть, отдаются владельцам этих акций. Те, которые приобрели мы уже, и те, которые потом будут еще и на бирже. Понятно, да? Так. То оплате дивидендов. Да, в принципе, это является источником, как бы, ну, гарантированным источником накопления средств для дивидендов. Дивиденды платят и по другим акциям тоже, если такое решение принимается. Но это уже другие суммы. А это гарантированная сумма или гарантированная часть прибыли, которая вообще не подлежит делить, не делить, товар, дивиденды. На дивиденды 20%. Все. Вот это очень важно. Так. Криво-класса, да, есть. Так, Олег, я разместил. Так, что там еще у нас есть? Сейчас я посмотрю. Токинская будет отражаться, как мне это? Да, да, будут. Это будет на нашей площадке. Вот. Мы в ближайшее время разберемся, как мы это делать будем. Сейчас и Тэшникам поставлены определенные задачи. И Головника не будет никакого. Правильно, Виктор Гейгнер. Ну и низкий подписал договор с Ховратовым, как бы не дал разрешение на какое лифинансирование. Какой договор он подписал с Ховратовым? Не, ну и низкий подписал договор с Ховратовым, как бы дал разрешение. Никакого договора. Кто он сказал? Какой договор? Вы что? Ему сказано было, Хавратов, чтобы он убрал отовсюду SkyBee технологию. Это его частный бизнес. О чем вы говорите, Нина? Никакого договора не подписывал. И это всем полезно знать. Это частный бизнес. Это ровно как и кто-то другой. Или я, например, завтра, боже упаси, Иванов. Вот давайте свалим все на Иванова. И Иванов возьмет, пойдет, создаст какой-то проект, я не знаю, там, инвестиции в разработку золотоприсников, золотых присков или там какой-то, значит, бриллиантовой трубки. Пишите его проект. Удастся, не удастся, будет, не будет. Это все. Договор никакой не подписывался. Токены будут изображены на сайте Руслан. Значит, каждая компания, в том числе и из инвестиционных площадок, будет иметь, я так полагаю, будет иметь, если она захочет. По крайней мере, Скайвей Кэпитов продекларировал готовиться к этому. Я думаю, что РСВ тоже, потому что там это было объявлено, да. Она будет иметь в своем кабинете. А не блокчейн РСВ. Это блокчейн-технология, это криптоплатформа Скайвей, это общая, как бы, дополнительный инструментарий, дополнительная площадка, дополнительная площадка бизнеса, который позволит, ну, как бы, мощно, с одной стороны, продвигать проект, с другой стороны, более быстро давать инвесторам возможность подзаработать. Если и когда, не если, а когда проект будет, как бы, ускоряться. До выхода на IPO и, скажем, через локальные и какие-то частные небольшие ICO или STO. Всему свое время, правильно, Олег? Значит, на самом деле, я уже много делаю, делается очень много, да, много делается. Так, шарджа стройка идет, делается, делается, конечно. И вот правление Скайвей Кэпитал и ведущие специалисты, или, вернее, ведущие, нет, нет, правильно сказать так, лидеры и топы, которые готовились, прошли обучающий целый цикл с прошлого года, да, сейчас будет завершающий курс в шардже, мы там встречаемся, вот, будет выделено еще несколько людей, которые проявили себя в процессе учебы. И, ну, как бы, видно, что они способны, как бы, быть посланниками Скайвей Кэпитала, посланниками технологии в различных регионах. Им будет сделано предложение, как осуществить эту деятельность, и в каких регионах они смогли бы работать, быть, ну, на международном терминологии, амбассадорами, посланниками, послами технологии Скайвей, с нашей стороны, вот, для дальнейших возможностей и расширения сети инвесторов, расширения, скажем, сообщества, народ Скайвей. Юрий, сколько стоит километр нашей трассы? Юрий, вы знаете, очень интересный вопрос. Он, с одной стороны, тривиальный, с другой стороны, неоднозначный. Вы же понимаете, сегодня трудно сказать, что это за трасса. Я уже неоднократно говорил, что, например, считаем ли мы только про прокладку путевой структуры, это, значит, вот, ну, рельсы, так называемые, струнные рельсы, опор промежуточных, анкерных опор, каких-то станций и так далее. Это все надо считать. Если из точки А точку Б, вот, опять, какое расстояние между этими точкой А и точкой Б? Если это один километр всего, то нам в любом случае надо будет, как минимум, одну анкерную опору здесь, вторую в точке Б сделать, как минимум. Теперь, что это за анкерные? Это станции или не станции? Если это станции, то они от миллиона, или там, как минимум, от миллиона и так далее, идут выше. И теперь посчитайте. Говорим, если мы говорим о километре, то есть определенная минимальная структура, которую надо задействовать, чтобы этот отрезок действовал. И теперь практически почти то же самое, чуть-чуть опор только больше будет, и длиннее будут рельсы, на 10 километров. Но целый ряд расходов, это где-то от общей суммы 30% расходов, они и там, и там будут одинаковы. Неважно, делаешь ли ты один километр, или делаешь ли ты 101 километр в трое. 30% расходов одинаковы, почти те же самые будут, понимаете? И поэтому получается, что в одном случае один километр, вы понимаете, будет стоить, разделенный там, все расходы на 100, в другом случае все расходы на 1. Понятно, да? Поэтому трудно сказать, сколько стоит километр. Но позиционируясь, можно всегда говорить, что стоимость одного километра может колебаться, начиная от 2,5 миллионов и выше, и выше, понимаете? Если это легкая трасса, то может быть и меньше. Все зависит от того, какая трасса. Вот мы, например, считали, просто вам скажу, сегодня на коленке, на коленке подсчитывали один вариант. Это грузовая трасса. Когда посмотрели, что на 50 метров, то есть расстояние между двумя опорами, приходится нагрузка, скажем, может приходиться нагрузка более чем 80 тонн одновременной нагрузки, да? Вот. То выяснилось, что надо брать там на несколько порядков более мощную транспортную структуру. То есть что значит транспортная структура? Соответствующие там, ну, струнные рельсы, их конфигурацию и так далее. Другие надо брать на порядок выше анкерной опоры, потому что там очень сильно зависит от высоты, от мощности трассы. И получается, начали смотреть, километр получается за 12 миллионов уже, понимаете? Но игра стоит свеч, потому что там расстояние есть достаточно, и в любом случае, в целом, решаются никакими другими видами транспорта не решить эти задачи. Понятно, да? То есть вот таким образом. Здесь примерно вот так вот считается, но я не буду сейчас более подробно в это вдаваться. На самом деле, очень много, так стройка идет, километр трассы, выпишешь, что ничего не делается. А, где я, пешка, стройка идет. Конечно, идет. Да и в Минске идет, дорогие друзья. Просто сейчас наш фокус больше на шарджи, вот, потому что там основное. А в Минске продолжается сертификация, продолжается испытание. Причем испытание не только в экотехнопарке в Мариной Горке, а и в очень много лабораторий делается испытание. Идет стройка производственного комплекса, корпуса целого. Как не делается? Делается. Причем очень много делается. Капитализировалось имущество, зал струнной технологии выросло за последние два года почти в три раза. Три раза почти. И так далее. Это можно увидеть в балансе. Тоже долго строилось? Конечно, строилось долго и очень непросто. Так, что у нас там еще? То есть те, кто свек могут и не... Нет, вот нельзя так рассматривать, смотрите, Николай Саняков, что ничего не получить. Не все. Понимаете, не надо так огульно говорить, что вот Маслов сказал или пугает. Пугает там. Нет. Это, понимаете, я проводил, скажем, так называемый свод анализа. Или, значит, сильные, слабые стороны опасности и возможности. Обозначил чуть-чуть. И вот у меня выплыло по поводу опасности, которые там есть. Это опасность того, что можно, может быть, сценарий, опасность такая есть, чтобы можно подпасть в компанию, которая осуществила эту, значит, тем более, я не буду рассказывать, может, они что-то там изменили. По той информации, которую я располагаю, опасность такая и есть, скажем так. Это не значит, что все тут сразу без чего-то остались. Нет. Значит, надеюсь, это я. Так. Леннер, я все знаю, что делается. Она вынесет, что сейчас строится. О, на свою группу есть. Она что-то мало зря. Скидывает. Так, отлично. Услан, да, это... Да, да, заказов это как один вариант, Николай. Песков, куда он закладывает? Да, 25 процентов, да. Но он закладывает не в заказ, а он закладывает в эксплуатационную компанию. Отначально он может закладывать и больше в строительство. И в зависимости от того, как делается заказ, то ли мы зарабатываем на строительстве, то ли мы будем зарабатывать... Это как бы идеология закладывается уже на первом договоре на строительство. Если не закладывается на эксплуатацию, то да, как минимум получает 25 процентов, снимается сразу прибыли с договора или с проекта, адресного проекта. Это идет естественно в копилку накопления средств для дивидендов. Сказал, так и будет. Да, согласен. Так, а может быть, еще даже чуть-чуть лучше. Жаль, что я не спею молчить. Ну, чего, ему некогда говорить не надо. У него там разъезды, разлеты, сейчас ответственность колоссальная. Это не в Марьиной горке строить. Получите. А что, разве деньги СВИГа идут не в общий котел? Идут в общий котел, все правильно. Это от СВИГа зависит, сколько идет и как идет. Вот, получаете. Как не получим, если доли уже в реестре? Доли могут быть в реестре. Я вам сказал Алексей, что это имущество может быть в определенном случае оспорено. Понимаете? Потому что оно даренное имущество. И неважно, там, хоть в трех реестрах мы будем, понимаете? Вот эта опасность бывает в случае, который выбрали, по которому идет эта компания. Значит, выйти из вашего проекта и продать доли. Так, доли по себестоимости, скажите, куда мне писать, поддержку вам и куда-то еще. Значит, вы знаете, такой возможности нету. Но в отдельных случаях, если вам там приспичило, извините за такое слово, ну, как бы, необходимость возникла какая-то жизненная, то можно рассматривать какой-то вариант. Но такой практики нету обычно. Средств нету на это, чтобы вам, как бы, они, где, сейчас пойдем в какую-то опору с ними, кому мы будем продавать-то. Да, если найдется покупатель эта опора, он купит ее, в компании упадут деньги, и вам их вернут, а вы положите вашу сумму по номинальной стоимости, или по вашей инвестиционной стоимости, и, значит, компания положит эти акции ваши обратно в реестр, как неиспользованные. Или выставит и кому-то другому перераспределит или передает. Мои доли с ВИГа пришли в реестр, обменены на токены. Ну, отлично. С чем вас поздравляю? Вот к токенам уже разговор другой, хотя такие там на третью, на четвертую сделку могут распространиться. Так, дорогие друзья, тут мне показывают, что мне надо завершать. Благодарим за внимание. Я вас благодарю за ваше терпение. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ждите объявлений, ждите новостей, новости хорошие. Берегите себя, берегите своих близких. Заботьтесь о своем здоровье, о их здоровье. Движемся к мудрости и благополучию. Желаю вам всего самого лучшего. До скорой встречи. Строй скорей, спасай планету. Всего доброго.